29 октября исполнится 100 лет со дня основания комсомола. В преддверии круглой даты в библиотеках Кировска проходят тематические выставки «Комсомольская юность моя». На всех уже успела побывать Елизавета Кулисова. Когда в библиотеке поселка Кашево задумали организовать выставку о комсомоле, на призыв откликнулись десятки жителей. Экспозицию оформили в рекордные сроки. Многие сохранили комсомольские билеты, учетные, вот если посмотреть, есть у многих учетные карточки комсомольца. Комсомольские свои значки принесли, и каждый с трепетом рассказал историю своей комсомольской жизни. Каждый посетитель нашей библиотеки с удовольствием обращает внимание на выставку, пытается узнать своих посельчан, так сказать, угадать их, даже какой-то, как будто это квест. Посетители рассказали столько комсомольских историй, что у сотрудников библиотеки возникла идея собрать воспоминания в отдельный сборник. Работа предстоит трудная и кропотливая. У нас опыт есть такой, мы занимались такой работой, у нас издана такая книга, воспоминания, наверное, от «Бессмертной полки» наших жителей поселка. То есть, как бы работа эта, мы понимаем, насколько она кропотливая. В детско-юношеской библиотеке Кировска отдали предпочтение фотоколлажу. Репродукции исторических фотографий отражают основные вехи развития комсомольского движения. В Центральной библиотеке имени Горького дух того времени передают через картины и личные вещи. В комсомольскую юность многих горожан вернут и советские плакаты. Кроме того, 31 октября в читальном зале состоится турнир в формате «Своя игра». И, в общем, все гостей, жители нашего города, которые еще с ностальгией там хранят свой партбилет, которые знают о комсомоле все и даже больше, скучают о пионерских галстуках, мы их всех приглашаем на эту игру. Единственное, мы бы хотели попросить, чтобы они позвонили нам в библиотеку и оставили предварительную заявку, потому что у нас будут формироваться команды. Мы бы хотели знать хотя бы примерное количество участников, во-первых, для команд, а во-вторых, ну для того, что как мы любим наши горьковские библиотеки, там по окончанию победителям какие-то памятные призы, подарки. Интеллектуальный батл начнется в 16 часов. Предварительная запись участников по телефону, указанному на экране.